Спонсор передачи «Город женщин» – дом ткани Яку Тюрия. Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы приветствуем вас на каналах НВК «Саха» и «Саха-24». И как всегда, среда, дневное время и в эфире «Город женщин». И сегодня в эту среду, конечно же, как обычно, с вами я, Дарья Анкехова, и моя любимая, дорогая, неотразимая соведущая Мария Куницкая. Здравствуйте! Машенька, но мы не раз в этой студии поднимали тему того, что основной целью женщины и вообще миссией женщины является материнство. Но маленькие детки, маленькие бедки, чем они старше становятся, тем часто бывают много трудностей. Вот и эта тема нашего эфира сегодня – это трудности подросткового возраста. Ну что, Машенька, мы раз уж заговорили о такой достаточно серьезной теме, но перед тем, как перейти непосредственно к обсуждению, а ты знаешь, что 4 ноября пройдет семинар Натальи Правдиной? Нет, я даже не знаю, кто такая Наталья Правдина. Очень интересный семинар по волшебному преображению жизни с помощью древних знаний. Кем бы вы ни были, всегда есть возможность для роста и развития. Вы зарядитесь на этом семинаре позитивной энергетикой. И, конечно, после него появится огромное желание воплотить в жизнь все золотые формулы и советы фэн-шуя. Внимание на экран! Мастер с мировым уровнем по фэн-шуй Наталья Правдина в Якутске только 4 и 5 ноября. Я приглашаю вас на двухдневное мероприятие. Как стать богатым и счастливым? Не пропустите! Итак, дорогие телезрители, обязательно посетите этот интересный семинар. Я думаю, каждый найдет на этом семинаре что-то для себя. Ну что, мы продолжаем эфиры. Машенька, конечно, наступило самое время для любимой мною рубрики «Лайфхаки от Маши». Начинаем сегодня с того, что хотелось бы загадать загадку, конечно. Мягкая, пушистая. Ей мы часто доверяем свои сны, мечты. Иногда мы в нее плачем, проблемы ей посвящаем. Загадай загадку. Я знаю ответ. Что это? Это подушечка. Совершенно верно. В студию подушку. Но мы ее будем шить не эту. Мы будем ее еще из необычных материалов делать. Вот ты видишь, что это как бы мусор. На самом деле нет. Это рубашки, которые вышли из своего срока. Они где-то рваненькие, где-то, может быть, уже нелюбимые. Мужские, женские. Мы будем делать подушку антистресс из мужской рубашки. Вот оно, такое модное подростковое слово. Антистресс сейчас окружает везде. Чтобы это не было проблемой только. Да, да. Вот даже у моей дочери, ей всего 6 лет, но она все время говорит антистресс тут, антистресс там. И когда я спрашиваю, знаешь ли ты, что такое антистресс, она понятия не имеет, что это такое. Но она знает, что... Ну, главное, что знает, что он есть. Да, что есть антистресс. И вот сейчас эти подушечки, различные механические антистрессы, очень стали актуальны и популярны. Поэтому сегодня, я думаю, твоя подушка будет как никогда. Ну, мы сразу отсекаем то, что нам не нужно. Вот эти подушки, всякие рубашки мы убираем, мы оставим только одну. И вот что мне сегодня понадобится, значит, линейка, ножницы, естественно, машинка, утюг, если надо будет подгладить нам, и нитки, и иголки. Ну и, наконец, о, кстати говоря, у меня тут стоит журнал «Журфикс». Это новый номер. Советую прочитать, всегда он интересен. И, между прочим, в новогоднем номере, который выйдет вслед в скором времени, будет статья про нас, про наш город-женщин. Замечательно. Машенька, ну, рассказывай, с чего мы начинаем, как же сделать эту подушечку антистресс? Конечно, да. Стандартная подушка у нас идет 40 на 40. Мы, естественно, берем мел или там мыло, что у вас есть, и разравниваем нашу рубашку, которая вот у меня уже была подготовлена, она, я немножко ее прогладила. Мы отмечаем на ней расстояние, которое равно наволочке. Это 40 на 40. Причем мы по лицевой части измеряем, прямо где пуговички. Это будет наш такой дизайнерский ход. Мы отмеряем прямую линию. Берем кармашек во внимание. Его тоже оставляем. Он нам потом пригодится для интересной штучки, которую мы используем. Отмечаем полностью по квадрату. Вот мы отмерили. Смело после этого берем ножницы и вырезаем. Мы... Вообще, в принципе, вот рубашки, это благодатный материал для творчества. Везде, да, пригодится рубашка? Везде. Ну, помимо тряпок. То есть, ни в коем случае рубашки старенькие выкидывать не стоит. Не стоит, не стоит. Это хороший материал для креатива. Да, креативить можно не только с рубашками, но и с чем угодно. Кстати говоря, это тоже способ борьбы со стрессом. Мы, по-моему, с тобой уже даже это обсуждали. На эфире мы говорили, да. Что на самом деле, да, чтобы как-то отвлечься от дурных мыслей, можно просто-напросто себя занять. Занимаем мы себя чем? Творчеством. И для этого не надо быть специалистом, верно? Конечно. Можно просто каждую среду включать ваши телевизоры на канале НВК Саха и Саха 24, поймать рубрику лайфхаки от Марии и учиться... И креативить. Конечно. Тем более сегодня вот такая полезная вещь, как подушка антистресс. Ну вообще антистресс, вот что это такое, Маша? Ну что, ты на нее положила голову и все стрессы прошли? Да. Представь, вот посмотрите, что у нас осталось. Все. Ну это тоже, это можно использовать, потом, может быть, в будущих мы будем это использовать. Пока я это выкидываю. Как я люблю выкидывать. За стол там прям бездна какая-то, все вываривается. Отлично. Ну мы вырезали такой квадратик. Вот мы вырезали квадрат. Теперь нам нужно отметить, сразу говорю, что лучше сколоть булавками, чтобы это у вас не расползалось все дело. В принципе, это не сложно. И советую такую маленькую, маленькая такая, значит, хитрость, расстегнуть одну или две пуговички, чтобы можно было потом легко вывернуть. Но все не советую расстегивать, потому что может сместиться изделие, и сложно будет сделать строчку. Маша, у меня возник вопрос. Ну, пока ты технической частью занимаешься, чем наполнить подушечку? Это же очень различные варианты. Вот мы с тобой как раз обсуждали по поводу антистрессовых подушек. Можно купить, между прочим, даже можно и покупать, можно купить гречку. Наполнить ее гречкой. Она будет такая не очень, знаешь, не очень полная, как будто бы хиленькая. Можно приобрести в специальных магазинах, которые для творчества и для, так сказать, личной занятости, наполнители для подушек антистресса, такие шарики. Можно положить туда солому. Это соломенная подушка. Да, соломенная подушка, между прочим, тоже снимает стресс, потому что она, во-первых, пахнет. Можно наполнить травами, можно аромамасла. Если, конечно, у вас нет аллергии, положите аромамасло и все, что угодно. Ну что, Машенька, я оставлю тебя, да, немножечко, и возвращусь к теме нашего эфира. Это проблемы подросткового возраста. И сегодня, в 21 веке, такая проблема, как алкоголизм и наркомания, не имеют никаких ни возрастных, ни половых ограничений. И с этими пагубными пристрастиями стали все чаще и чаще сталкиваться подростки. Именно поэтому сегодня в студию мы пригласили врачей, психиатров, наркологов, детского подросткового кабинета профилактики, якутского республиканского наркологического диспансера. Знакомьтесь, Анна Васильевна Наговицына и Евгения Алексеевна Кладкина. Здравствуйте. Добро пожаловать к нам в город женщин. Ну и, конечно, сегодня мы обсуждаем достаточно такую, ну, нелегкую тему, да, и вы как специалисту просто необходимы нам. Расскажите, пожалуйста, каковы основные признаки того, что ваш ребенок что-то употребил? И вообще, как понять, что он что-то употребил? Ну, в первую очередь, как любой родитель, мы должны обратить внимание на внешний вид ребенка. То есть это могут быть какие-то такие признаки, как суженные зрачки, расширенные зрачки, покраснение, склер какой-то может быть. Также нужно обратить особое внимание на поведение самого ребенка, да, то есть он может быть сонливым, вялым или наоборот, допустим, в вечернее время очень активным. Это тоже должно нас насторожить. То есть поведение должно быть немножечко как бы, ну, нестандартно для твоего ребенка, да? Нестандартное, да, поведение. Но это, получается, надо как бы все-таки наблюдать за ребенком периодически. Да, конечно. Также я хочу сделать упор на то, что нужно все-таки как родитель, нужно обратить внимание на личные вещи ребенка. На личные вещи. На личные вещи. Вот что зачастую не любят подростки, да? Не любят, когда они, да? Нужно присматривать все-таки, да, карманы ребенка, рюкзак, да. Там могут находиться такие вещи, допустим, как ампулы какие-то, таблетки непонятного происхождения. Это тоже должно вас очень сильно насторожить. Это первые звонки, да? Это первые звонки. Хорошо, ну, допустим, это если мы говорим… Нет, подожди, нет, а я вот… Хорошо, нет, это уже если вы обнаружили, а как снять… Допустим, если я действительно обнаружила, а как мне снять интоксикацию у ребенка? Если, допустим, я вижу, что вот вы говорите, надо ли там температуру ему измерить, я не знаю, ну, как вот дома я могу снять интоксикацию, если он действительно уже… Так, ни в коем случае самолечением не нужно заниматься. В первую очередь мы вызываем скорую помощь, чтобы степень тяжести интоксикации может определить только врач. И если ребенок находится в сознании, и у него рвота, нужно давать ему большое количество воды, чтобы снять интоксикацию. А если он без сознания, нужно просто его повернуть на бок, чтобы не было аспирации, то есть не поперхнулся своими рвотными массами. То есть и ожидать приезда скорой помощи? Да, обязательно нужно вызывать скорую помощь. То есть никаких таблеточек, алкозельтеров? Никаких самолечений, нет, нет, нет. Зачастую же начинают употреблять различные травки, да? Ой, выпей, выпей, съешь кусочек, выпей скорее, там что-то такое. И суетиться, начинают бегать. Хорошо, а подскажите, пожалуйста, каковы симптомы, вот какие симптомы говорят о том, что это очень опасное состояние уже для ребенка? А вообще очень опасное состояние, это уже состояние того, что, ну, ребенок уже принял, да, алкоголь, допустим? Либо какой-то там препарат. Он приходит домой и обычно, как делают все дети, запирается в комнате и ложится спать. Это часто даже вообще не всегда, да? Да, хочу обратить внимание на то, что нужно особое внимание уделить ребенку, да, на его состояние посмотреть. То есть, даже, допустим, он если уснул, стоит родителю лишний раз зайти в комнату, поинтересоваться, также потрогать температуру ребенка, да, пульс прощупать, частот дыхательных движений посмотреть, также обратить внимание, нет ли у него там холодного липкого пота, да? То есть, пот это тоже признак, да? Да, это тоже. Ну, вообще, вот вы мне симптомы описываете, это может быть и грипп, можно же, так сказать, спутать это из гриппа. Поэтому не нужно стесняться, можно прочитать ватсап сообщения, в рюкзаке посмотреть, может, есть какие-то... То есть, а, ну, в общем, выиграете в детективах. Уже стоит обратиться за специализированной помощью к нам, чтобы вот как раз-таки не спутать, да, не заниматься вот диагностикой. Потому что зачастую все, наверное, даже многие родители так и думают, ничего страшного, наверное, это он приболел один раз, наверное, он приболел на следующий день, да? Если уже последовательность какая-то, уже это звоночек такой, что нужно обратиться лучше к специалисту. Хорошо. А можно ли считать то, что если ребенок употребил один раз, то это уже как закономерность? Нет, такого определения у нас в наркологии нет. Для полной постановки диагноза лучше подойти к врачу-наркологу, там получить консультацию и после полного клинического обследования и психодиагностического потом только уже поставить диагноз, есть ли у ребенка зависимость или нет. То есть, врач опытный всегда может сказать, было ли это единожды, либо это уже зависимость. То есть, это какие-то тесты у вас или что какая-то? Да, психологи у нас работают с ребенком, проводят тесты, консультации, все это у нас есть. Общая комплекс. Очень интересная тема, спасибо большое. Мы продолжим сразу после короткой рекламной паузы. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Итак, мы продолжаем наш прямой эфир в эфире программы «Город женщин». И если вы только присоединились к нам, напоминаем вам о том, что сегодня мы говорим о достаточно серьезной теме. Но тема эта не пугающая, и поэтому мы стараемся сегодня как можно мягче ее представить, потому что не всегда трудный возраст подростковый – это прям глобальная проблема. И сегодня в нашей студии мы познакомились с нашими гостями. Это Анна Васильевна Наговицына и Евгения Алексеевна Кладкины. Они у нас врачи, психиатры, наркологи детского подросткового кабинета профилактики. Итак, ну, до ухода на рекламу мы поговорили с вами о том, что какими бывают первые звоночки, да, у ребят, на что нужно обратить внимание родителям, да. Хорошо, далее. Вот мы затронули вопрос такой, да, что не всегда, если ребенок употребил единожды, значит, что это приведет к зависимости. Не всегда. То есть бывают такие случаи, когда ребенок просто решил один раз попробовать. У меня вот еще вопрос такой по поводу того, что все-таки мы говорим о всех увлечениях, так сказать, подростков. И табакокурением, если он обкурился там, да, и то, что он мог употребить алкоголь или наркотические средства. Вот сейчас, в данный момент, вообще, насколько каждый, что наиболее опасно, я бы так спросила. Вот ребенок употребил, что из этих трех вещей, бывает же и маленькие дети, допустим, десятилетние, вот когда они вступают, так сказать, в подростковый возраст, сильно могут накуриться. Вот что из этих вещей наиболее опасно? Алкоголь, наркотики или табак? Нет, такого личного ответа как бы нет на этот вопрос, да? Все эти три вещества крайне опасны вообще для детского организма, соответственно. И выделить что-то определенное, ну, естественно, это наркотики. Да, табак и алкоголь можно привлечь к наркоманиям бытовой. Это бытовая наркомания, можно так сказать. Все начинается с меньшего, да, это с табакокурение. А вообще, к чему могут привести вот такие увлечения, к таким соблазнам? Ведь подростки, они хватаются за все, да, вот увидели они здесь рекламу такую, да, увидели здесь, возможно, увидели в домашних условиях, да. И вот все равно это подросток, он интересуется всем и старается, ну, схватиться за любую информацию, да, вокруг себя. Больше того еще и говорит, один раз в жизни все надо попробовать. К сожалению, подростки больше склонны к употреблению и к привыканию, что может привести к аддиктивному поведению. Аддиктивное поведение это, то есть, зависимость, стремление к чему-то, ну, вот попробовать, да. И это впоследствии приносит таким не очень хорошим результатом, как же отрицательные такие последствия. Не только влияет на, в первую очередь, влияет на организм ребенка, еще не сформировавшийся. Во-вторых, конечно же, это отступление от пути социализации уже идет, к правонарушениям. И есть такие этапы формирования аддиктивного поведения. Первое, это проба, ребенку интересно, как это, что это, да, попробовать. Второе, это уже переходит в зависимость. А у многих же по-разному, бывает и с первого раза зависимость, да? Ну, с первого раза, да, первый раз это эйфория, ему понравилось, и он хочет попробовать второй раз, и это уже второй, третий раз, это уже зависимость. А третий, это этап поведения, когда ребенок уже не может скрывать то, что его тянет к употреблению каких-либо веществ, но он еще не признает, что он зависимый. А четвертый этап, это уже физическое влечение, когда... Уже ничего поделать не может, его тянет, а он не может понять, почему. Он зависимый просит, а то эйфория, что было на начальных этапах, у него уже нету на четвертом этапе. Ну, это, наверное, самое страшное, да? Нет, самое страшное, это пятый этап, это деградация, это уже нарушенный, отлаженный процесс работы организма, это уже ведет к каким-то нарушениям памяти, личностные какие-то нарушения, вот это вот уже. То есть пресекать нужно в корне. Так вот, затыльники давать можно, бить ремнем, то есть такие старинные дедовские методы применять. Вот, переходный возраст... 21 век, мне кажется, это уже все, да, в прошлом. Переходный возраст, это когда формируется только характер ребенка, и в этот момент на него очень огромное влияние имеет окружающая среда, и его микросреда, в которой он растет и развивается. Если он не найдет понимания у родителей, он будет искать где-то на стороне это все, и, к сожалению, это не всегда приводит к каким-то результатам позитивным. Ну, в общем, ЗОЖ. Вот, уважаемые врачи, ну вот здесь тогда возникает вопрос, ну если вдруг родители столкнулись с такой проблемой, да, они осознают, что это уже проблема, самое главное, ведь они понимают, что он зависим, да, но они думают, что я могу справиться сам. Всегда же так, редко, когда ты бежишь к врачам, ты стесняешься еще чего-то, да, и думаешь, да, я справлюсь, я же знаю своего ребенка, да, я поговорю, да, травок подаю, да, да, там какие-то, да, как вот, насколько важно срочно обратиться к специалисту. А вот, как уже было сказано, есть пять этапов, не нужно бояться врача, нарколога, да, нужно подойти просто на консультацию. Вначале можно подойти без ребенка, объяснить всю ситуацию, ему уже дальше скажем, ну как, что нужно делать, да, потом уже подойти с ребенком, объяснить ему все это, пройти диагностику, да, вот как уже сказали, психологи с ним будут разговаривать, психотерапевты, и как-то ему помочь подтолкнуть здоровому образу жизни. У страха глаза велики, не бояться, не паниковать, и мысли трезво получается, быть взрослым, да, быть взрослым, на первую консультацию родители могут прийти сами и уже с вами попробовать построить вот этот путь к своему ребенку. Спасибо большое, уважаемые наши врачи, что посетили наш город женщин, я думаю, что ваша информация обязательно будет полезна для наших телезрителей, спасибо. Ну а сейчас самое время для нашей любимой рубрики Love Story, смотрим. Сегодня мы в гостях у замечательной творческой семьи, у Иннокентия и Алины Лебедевых. Расскажите, пожалуйста, о вашей семье и как вы познакомились. Семья у нас образовалась совсем недавно, месяц назад мы зарегистрировали свой брак, у нас состоялась свадьба, самая прекрасная. Я увидел Алину, когда мы со своим другом катались на велосипедах по городу, и мы пересеклись, познакомились. Алина очень любилюбная, открытая и вообще как человек, очень солнечная и улыбчивая, такая добрая, сверкающая. А кто из вас сделал первый шаг и предложил встречаться? А что-то я лежала дома, и Киша говорит, давай я сейчас за тобой приеду и кое-куда увезу. Ну давай, Киша за мной приехал и увез в мае. В мае? Да. Когда мы обратно ехали, Киша взял меня за руку. И вы сказали. Да. Да. А кто из вас главный в семье? Конечно же Киша. Эй, не да. СМЕХ А каково творческим людям уживаться вместе? Друг с другом советуемся. Здесь, допустим, Киша, если у нас поет, да, мы продумываем номера. Как выйти, с какой стороны выйти, как себя подать. Ну, сложность в работе творческой, да, ну, именно вот эстрадных певцов, это, наверное, то, что они уезжают на долгие растроли. Это долгие разлуки, когда я остаюсь дома совершенно одна, я не знаю, куда себя деть, что делать, не знаю, как решить общие наши проблемы, там, какие-то задачи, да, без Киши. Это всегда бывает очень тяжело. Но, тем не менее, Киша всегда 24 часа в сутки на проводе, постоянно разговаривает по телефону. И главное в творческой семье, наверное, это уважать мнение, творческое мнение каждого. Наверное. Опишите тот самый яркий момент ваших отношений. Меня вызвали на игру, друг наш общий, говорит Алина Кеша, выходите на игру. Ну, я ничего не подразумеваю, выхожу на игру, он задает всякие задания, ну, я начинаю их исполнять, потом говорит, покопайте-ка в правом кармане, что там есть. Ну, ничего нету, покопайте в левом кармане, что там есть. И я нащупала коробочку. И я так затаила, дыхала, думаю, что делать, вытаскивать, вытаскивать, потому что что с ним делать вообще? Вытаскивала коробочку, все, начались слезы, я начала плакать, и говорит, Кеша, оперативно сел на колено, и там очень, как-то так, секунд пять никто не мог понять, что происходит. Все застыли и не могут ничего сказать, и потом только начали аплодировать, поздравлять нас, я прям... Я уже потом не помню, что было. А сейчас мы с вами поиграем в нашу традиционную игру и проверим, насколько хорошо вы знаете друг друга. Назовите самые любимые цветы Алины. Ну все, переворачиваем. Очень здорово. Роза, роза. Какую песню больше всего любит исполнять Иннокентий? Раз, два, три. Лепс и лепс. Ну будем считать, что засчитано. Куда бы вы хотели поехать отдыхать вместе? Раз, два, три. Так, Париж и Таиланд. У вас два попадания из трех, это у нас бывает очень редко. Спасибо вам большое за это замечательное интервью. А с вами, дорогие телезрители, мы встретимся уже на следующей неделе. Может, чуть-чуть пейте? Чуть-чуть пейте. Мен Чунгук олықпун кер геттін. Эн, эн әрә. Эй, ехэ, әрі. Анағым өрі, өрі, өрәләрі. Анағым өрі. И, Машенька, напомни нашим дорогим телезрителям, что мы с тобой сегодня делали. Ну уж, поскольку как-то очень стрессово у нас прозвучала сегодня тема, чтобы это не было стрессом, мы сделали дистрессовую подушечку. Такая вот подушечка вот из рубашки, из мужской, можно из женской. У нас получилась вот такая вот рабочая подушечка, которую даже не жалко испачкать, потому что на ней грязи не будет видно. Ну и я вот сделала такой комплиментик. Если вдруг кому-то грустно, тому же вашему ребеночку, вы ему подушечку, и вот, миленький, я люблю тебя, все будет хорошо, мало ли что в жизни бывает. Давай наполним, чем мы ее наполняем? Ее можно наполнить всем, что вам поможет справиться с вашими какими-то, ну, небольшими проблемами, потому что, конечно, лучше к психологу и хорошему специалисту обращаться. Но наполнителем может служить антистрессовые шарики, они продаются, значит, в специальных магазинах для хобби. Гречка, тогда подушечка будет такая, знаете, она будет перетекать у вас из руки в руку. Может быть, солома, может быть, ароматные травы делают. Вот, 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 ароматные травы. И, кстати говоря, можно вот даже эту подушечку, если расстегнуть в фуговицы, сюда положить специальную салфетку и пропитать ее аромомаслом лавандой. Она тоже снимает стресс. Или валерьянка. Ну, замечательно. Дай мне потрогать, пожалуйста, подушечку. Ну, что, дорогие телезрители, берем пример нашей Марии, творим и создаем полезные, а главное, простые, примитивные вещи своими руками. Спасибо, Машенька. Ну, что ж, самое время перейти к короткой рекламной паузе, ну, а после мы обязательно поговорим о нашей теме. О трудном подростковом возрасте. Дорогие телезрители, итак, сегодня среда. Вы включили программу «Город женщин». Наша сегодняшняя тема, она, может быть, покажется вам сложной. Это трудные подростки и проблемы, которые с ними связаны, зависимости, которые сейчас часто нас, так сказать, посещают и детей, и взрослых. Ну, и в том числе мы разговариваем о том, что дети могут употребить наркотики, алкоголь, курить сигареты, и это может привести очень часто не только к проблемам со здоровьем, но и могут привести нас в полицию. И вот сегодня у нас, чтобы этого не случилось, мы пригласили Даша, кого? Нашего гостя. Давайте знакомиться. Это Любовь Владимировна Вуглина. Она у нас является инспектором отдела организации подразделений по делам несовершеннолетних. Капитан полиции. Здравствуйте. Здравствуйте. Любовь Владимировна, расскажите, пожалуйста, вообще про общую обстановку на территории республики, города, именно по правонарушениям среди подростков. Получается, по итогам 9 месяцев 2017 года у нас произошел рост подростковой преступности на 12,4%. Большая часть преступлений совершается несовершеннолетними в ночное время суток. Не спят дети? Ну, причинами совершения преступлений совершеннолетних является эта бесконтрольность родителей, которые не знают, где ребенок находится в ночное время. Он отпрашивается у родителей к однокласснику, а он находится, может, в компьютерном клубе, в кинотеатре, ну, где-либо, в общественных местах, только не дома. Также у нас несовершеннолетние не заняты досугом. Досуг – это самая главная профилактика, которая может именно у несовершеннолетнего убрать, получается, все плохие его привычки. Плохое свободное время, так скажем. Да, если ребенок всем занят, то он будет... Вот подушки, могли бы шить подушки, да? Благополучной атмосфере он может находиться, да? Ну и отсюда следует следующий вопрос. А вообще, какую профилактическую работу проводите вы, как вот инспектор? Ну, наверное, работа у вас прям не из легких. У нас ненормированный рабочий день. Боже, Марк, тоже ночью не спите. Ну, бывают ситуации такие. Получается, проводятся профилактические мероприятия. У нас проводятся в течение года операции, например, лидер, это по устранению групповых преступлений, абитуриент, сообщить, где торгуют смертью. Также в учебных заведениях ежедневно инспектора по делам несовершеннолетних проводят профилактические беседы с несовершеннолетними, с администрацией, в том числе и с законными представителями. То есть это вот вы школы, да, вы ездите по школам, по учебным заведениям среднего? Средние специальные, высшие учебные заведения. Также у нас в Министерстве внутренних дел издан приказ по кураторству за данными учебными заведениями. Каждый куратор, это из руководства Министерства внутренних дел, инспектора по делам несовершеннолетних, участковополномоченной полиции, получается, проводят работу с несовершеннолетними. То есть это у каждой школы, оказывается, есть свой, так сказать, ну, специальный человек, который этим занимается? А вот, раз уж вы затронули уже эту статистику, пусть она не очень, да, положительная, да, все-таки у нас увеличился рост, да, за эти 9 месяцев, да, преступности среди подростков. И вы уже сказали, что зачастую это зависит от того, что ребенок находится вне дома. Сам себе предоставлено, получается. И как же может родитель обезопасить вот своего ребенка от того, чтобы он попал в какую-то плохую атмосферу, в плохие компании? В первую очередь родитель должен быть для своего ребенка другом, который может его выслушать. Если у него есть какие-либо проблемы, он может обратиться и доверить это все, ну, все, что у него происходит, со своим родителем обговорить, чтобы родитель помог ему выйти из данной ситуации. Также, в первую очередь, родитель должен знать круг общения друзей своих, своего ребенка. Потому что это, если вдруг имеется плохие, ну, плохая компания, да, Плохой друг. Ну, так прямо громко говорить не будем. Можно уберечь его, поговорив об этом с ребенком. Также пусть ребенок посещает именно секции, кружки. И это очень... А вот эти плановые мероприятия, которые вы проводите и в школах, и в средних... Там как-то родители замешаны, чтобы тоже, кстати, объединенность такая возникла? Да, родители тоже. Привлекаются? Да, привлекаются родители. Также инспектора по делам несовершеннолетних проводят родительские собрания, именно для учителей, рассказывают, какая у них ответственность на них лежит. То есть вы работаете непосредственно не только с детями, но и с родителями. Ну, с родителями обязательно, да? То есть это такой тандем должен быть обязательно, да? Но существует мнение, что вот преступность, да, среди подростков зачастую связана с неблагополучными семьями. Ну, это утверждение нельзя принять как аксиому, да, то, что именно если ребенок с неблагополучной семьей, именно он совершает преступление. У нас свыше 70% совершают преступления несовершеннолетних из внешнеблагополучных семей. То есть где и мама, и папа, и все вроде бы в порядке, а ребенок... Это уже давно такое... уже такое нету... То есть, значит, нельзя ешить ярлыки? Конечно. То есть и в благополучной семье могут быть такие, да, исключения? Потому что родители работают, ребенок находится дома. Мы не знаем, чем он занимается, например, да? А если бы родитель больше уделял ребенку внимания, то, получается, он бы и знал, чем ребенок занимается, и может, и предотвратил совершение преступления. Сейчас уже некоторые родители к видеокамерам прибегают, в квартиру ставят. Даже до такого доходят. А что же сделать, если, допустим, стал свидетелем правонарушений среди подростков? Вот зачастую же ты вот видишь, да, что они на улице, ну, что-то творят, да? Многие ведь просто проходят мимо. Что необходимо сделать, если вот ты стал свидетелем правонарушений среди подростков? Чтобы еще и не получить? В первую очередь нужно обратиться в полицию. Да, но у нас же не всегда можно. У нас же нет, знаете, этих стабильных... Сотового телефона сейчас у всех имеется, сотового телефона, позвоните, да? Получается, если это взрослый, да, то он может подойти и объяснить несовершеннолетним. А если это будет подросток, то здесь противоречиво, потому что, может быть, их много, а он один и не агрессивный. Да, да, они же агрессивные. В первую очередь нужно обратиться в полицию. Сотрудники полиции приедут. В общем, телефон должен быть всегда при себе. Да, и последний у меня вопрос, следующий. Существует ли так, что ребенок, оступившийся раз, может быть, по статистике опять, да, ребенок, оступившийся раз, зачастую повторяет, да, вот эти правонарушения? Или все-таки благодаря вашей профилактической работе и так далее, может быть, все-таки один раз это случайность? Ну, здесь, получается, если по 9 месяцев мы, например, возьмем, да, у нас произошел рост повторной преступности на 36,2. Но здесь, именно проанализировав данную ситуацию, да, мы опять пришли к выводу, то, что у нас ответственность родителей очень низкая, именно. И дети не заняты ничем. В общем, вину надо искать в родителях. Ну, понимаете, если я, например, у меня двое детей, да, я знаю, чем дети мои заняты. Я их в кружки направляю, чтобы им было интересно, а не так, чтобы они сидели дома в интернете. Вот, отлично. Класси, сайты, заходите. Любовь Владимировна, да, вы затронули такую тему. Спасибо вам большое за то, что посетили наш город женщин. И как уж вы уже сказали, что главная задача родителей – это найти грамотный подход к своему ребенку. А лучше быть с ним на одной волне. Именно сегодня в нашей постоянной рубрике «Не глянец» мы расскажем вам о модных книгах, блокнотах и играх, которые интересны современной молодежи. Смотрим. Спонсор рубрики «Торговая сеть. Книжный маркет». Добрый день. Наша книжная рубрика начинает свою работу. Начнем мы с подросткового чтения. Наверняка каждый проходил через этот возраст, возраст становления характера, возраст становления мироощущения, мировоззрения. И поэтому обязательно в этом возрасте, мне кажется, прочитать нужные и важные книги. А книга «Весь этот мир» стала бестселлером этого лета. Тут написано «Читают в 35 странах мира». Ну и, наверное, мы в числе этих стран. Ну, что сказать о содержании книги? Она о чуде. О чуде, о том, что, возможно, в человеке… Здесь, конечно, главные герои – это действительно шекспировские персонажи. Он и она. Он и она. И мы видим, как через болезнь, как через действительно одиночество, эта девочка находит и воплощает свое видение, именно назначение, наверное, жизни. И мы видим, как, преодолев все жизненные препятствия, она находит и любовь, и самостоятельность, и ту жизнь, которую она сама бы хотела. И родителям бы тоже, я думаю, неплохо бы почитать, потому что, если родитель сейчас диктует всю жизненную траекторию ребенка, то мне кажется, что здесь, прочитав, она действительно очень поучительна. Ребенок пришел в этот мир, чтобы найти свой путь и действительно идти по своему уникальному пути. Ну, игра «Крокодил». Все вы знаете эту игру. Тут очень забавные, милые карточки. Все, все приложение для игр. Посмотрите, есть кубики и карточки. Карточки задания. Допустим, показать фильм «Пролетая над гнездом кукушки». Показать пословицу содержания, пословица «Первый блин комом». Показать «Жентльмены удачи» с лица воду не пить. Сказочного персонажа Буратино. В этой коробке все очень удобно и универсально. «Крокодил». Будем играть все в «Крокодил». Каждый раз, когда вас приглашают на дни рождения, когда вас приглашают на какое-нибудь значимое мероприятие семейное, вы можете с удовольствием, наверняка это доставить удовольствие, и имениннику, и любому человеку. Это вот такой еженедельник или блокнот. Мы видим, эти блокноты, они созданы для творческих людей. Прелесть этих действительно блокнотов, она уникальна. Посмотрите, 100 дней творчества – блокнот, который научит тебя мыслить. Глагол повелительном «Твори сейчас». Это не традиционные, но не классические блокноты в твердой обложке, в которых мы просто взяли и писали какие-то свои сокровенные пожелания, анализировали, рефлексировали свой день. Но мне кажется, что здесь они приобрели другую форму, цвет и даже другое содержание. Обратите внимание, здесь есть вообще черный-черный блокнот. Мне кажется, он очень стильный. Здесь неограниченный полет фантазии, и можно даже не только писать, но и вклеивать, посмотреть и вырезать. Все, что угодно. Дневник будет очень самобытным и очень индивидуальным. Очень интересный блокнот «Сто дней счастья». Что такое счастье? Где его найти? Можно ли научиться быть счастливой? Действительно, хотя сейчас мы люди советского склада мышления очень любим, ну, наше недовольство и брюзжать – это наше естественное состояние, то, тем не менее, эти блокнотики, они научат вдохновлять, улыбаться, дышать глубже, быть спокойнее. Не важно, где находиться, и действительно искать счастье в мелочах. Супер-мега-креативные дневники здесь и сейчас. Покупайте, не пожалеете. Итак, дорогие телезрители, сегодня среда, и в эфире «Город женщин». И сегодня мы говорим, ну, о достаточно такой нелегкой теме, но она у нас подвластна нам – это проблемы подросткового периода. Ведь каждая женщина рано или поздно сталкивается с этой проблемой. Ну, а сейчас мы должны уйти на короткую рекламную паузу. И после этого мы продолжим беседу с психологом. Мы продолжаем наш эфир, и сегодня мы говорим о проблемах подросткового возраста. И сегодня от нехватки общения, либо от его отсутствия вообще со сверстниками, со своими родителями, подростки очень часто подвластны различным соблазнам. Да, и, кстати говоря, Даша, один из самых, может быть, актуальных соблазнов – это соцсети, в зависимости от гаджетов. Дети все время сидят в телефонах. Кстати, у нас сюжет на эту тему. Давайте посмотрим. На Земле более 7 миллиардов человек, из которых около 3 миллиардов пользователей социальных сетей, что составляет 42% мирового населения. И более 90% населения, которое еще не пользуется интернетом, относится к развивающимся странам. Россия находится на седьмом месте в списке стран, пользующихся интернетом. Число пользователей составляет примерно 83 миллиона человек. В Фейсбуке сидит полтора миллиарда людей. В Инстаграме – около 500 миллионов людей. В ВКонтакте – более 200 миллионов человек. В Твиттере зарегистрировано около 200 миллионов человек. Проснувшись первым делом, люди не умываются, а листают ленту в соцсетях. Кстати, да. Получается, мы все зависимы от сетей. И я тоже. Лада, а давай проведем эксперимент. Какой? Мы заберем у тебя телефон, Надя. Зачем это? Чтобы узнать, зависимы ли ты от социальных сетей. Окей. До встречи. До встречи. Пока. Самой большой проблемой зависимости от сетей является потеря связи с реальностью. Человек не понимает, где заканчивается виртуальное пространство, а где начинается реальное пространство. Мы находим новые контакты. Мы самоутверждаемся в социальной сети. Мы становимся более востребованными. Но при этом мы забываем, что для того, чтобы узнать нас как человека, как самого, как личность, нам необходимо пообщаться с человеком лично. А в социальной сети вы как личность другого человека не узнаете никогда. Он напишет только то, что от него ожидают услышать. Или то, какую роль он на себя принят сейчас. Вы совершенно четко можете задать себе сценарий и по нему писать в социальной сети все, что угодно. Этим пользуются люди. Они одевают маску и живут в этой социальной сети под этой маской. На протяжении всего времени без телефона я ощущала дискомфорт. Ведь привыкла каждую свободную минуту листать ленту в соцсетях. Я начала искать способы, как бы зайти на свою страничку. Пока я размышляла над этим, обратила внимание на окружающих, которые не отпускали свои телефоны ни на минуту. В этот момент я поняла, что большая часть нашего общества слишком много времени уделяет своему телефону и социальным сетям, не замечая происходящего вокруг. Если вы смотрели, адвокат дьявола. Он сказал Аль Пачино тогда в роли дьявола, сказал, что мой любимый грех – это тщеславие. Так вот, социальная сеть – это просто теплица для тщеславия. Все хорошо в меру. Если до тех пор, пока вы не начали терять землю под ногами, как только вы поняли, что вы звезда, вам пора уходить оттуда. Привет, Лада! Ну и как твои ощущения без телефона? Это было ужасно. Все вокруг меня сидели в социальных сетях. А я? А я не могла. Но с другой стороны, мне даже не нравится. И дальше телефон тоже не нужен? Конечно, нужен. Как сказал психолог, каждое лекарство нужно принимать в меру. Если его принимать в больших количествах, то оно может превратиться в яд. Также и соцсетями. Студия детского телевидения «Мост Медиа» специально для телепередачи «Город женщин». Ну, замечательный сюжет, который говорит нам о том, насколько эта проблема, да, эта глобальная проблема 21 века, соцсети. Как бы они не приносили нам пользу для работы, для учебы, для общения и так далее, все-таки ребенка нужно немножечко отвлекать. Отвлекать, в реальную жизнь возвращать. Ну, а тема нашего эфира – проблемы подросткового возраста. И в борьбе с таким недугом, как алка и наркозависимость, один в поле не воин. Особенно, если от этого страдает твое любимое чадо. И здесь огромную роль играет грамотная психологическая помощь. И поэтому сегодня в студии у нас клинический психолог якутского республиканского наркологического диспансера Андросова Светлана Владимировна. Здравствуйте. Здравствуйте, Марина. Ну что, говорят, что огромную роль вообще в формировании личности, да, и играет семья. Да, вообще всего семья, конечно. Семья. И, соответственно, если у ребенка возникают такие проблемы, то все-таки это как-то, как, так или иначе, связано с семьей. Все члены семьи, как правило, влияют на эту зависимость. Это правда или нет? Ну, чтобы ответить на этот вопрос, я бы хотела сказать, давайте разберемся в том, что есть функциональная семья. Вот о чем мы говорим, да, семья, где каждый член семьи, что есть в функциональной семье? Каждый член семьи знает о себе, о своем ребенке или о родителях. Каждый человек имеет свое «я» в этой семье. Он не боится сказать свое «я». В такой же семье каждый заинтересован в том, что член семьи чем занимается и как это идет, да. То есть это нормальная функциональная семья. И нельзя забывать, что члены этой семьи функциональной выходят в общество, и на этом созревает все наше общество, будем говорить. Но есть дисфункциональная семья. Что это такое? В любой семье, где один из членов семьи, старшие, будем говорить, имеют какую-то проблему, пусть это будет алкогольная зависимость, но это говорит о том, уже все члены данной семьи живут по правилам того, что происходит в этой семье. И в такой семье, конечно, если мы сегодня говорим о подростках, никак не может быть открытая личность. Он замыкается, либо он вообще закрывается, пытается не видеть проблему в своей семье. Как бы тайно появляется, да? Да, абсолютно другое. Поэтому вы правы, да, вся семья влияет на то, что в семье есть человек с аддикцией поведения, о которой говорили до этого. То есть, значит, смотри на себя, если видишь в подростке какие-то изменения. Безусловно. Ну, и возникает тогда вопрос, ну а если все-таки семья благополучна, необходимо же проводить профилактические беседы. Вот с какого возраста лучше начать говорить с ребенком о тех или иных зависимостях? Да, в влияниях, так сказать, нехороших. Очень щепетильный вопрос, я хочу сказать, потому что все, что входит извне влияния вредных привычек, оно приходит из социума. Но рано или поздно мы своего чада в социум выпускаем. И поэтому лично я от себя хочу сказать, что, наверное, лет с 9, с 10, потому что ребенок уже понимает, что творится в окружении, куда он ходит в школу, проходит мимо каких-то моментов, где видит человека довольно-таки не в трезвом состоянии. Поэтому в той же семье, где все в любви, в радости, оно будет объяснено. И как практика даже нашей работы, она показывает, что довольно-таки достаточная информация бывает в таком случае. Вот здесь следующий вопрос. Нужно ли владеть грамотно этой информацией? Возможно ли родителю доступно объяснить ребенку это своими словами? Или все-таки лучше опираться на какие-то источники, либо прийти к психологу на беседу? Или самому прям прочитать кучу литературы и вывалить на ребенка? Или все-таки куда-то посмотреть? Мне кажется, все-таки вывалить на ребенка всю информацию не стоит. Для этого есть специалисты. И в любом случае можно прийти на консультацию. Но также у нас на сегодняшний день проводится большая профилактическая работа. Это лекции специалистов уже наркологической службы в школах, в учебных, высших, средних учебных заведениях. То есть слово специалисты, это более будет как-то реальнее и доступнее, мне кажется, чем как-то абы-кабы, откуда эти вопросы идут. А вот у меня сразу отсюда такой вопрос. Знаете, вот в мое время нас водили, типа кунцкамера у нас такая есть же в медицинском, и показывали, вот если вы будете курить, вот что будет с вашими легкими, если вы будете пить, вот что будет с вашей печени. Правильно ли этот подход вообще по-растающему? Вот ребенку это правильно? Я, кстати, помню, как-то на меня жутковато, конечно, это действовало. Со стороны психологии это грамотный подход или все же не стоит? Со стороны психологии, ну, иногда бывает, что, как говорится, метод кнута, да, вот то, что вы мне сейчас сказали, это, скорее всего, метод кнута. Но на сегодняшний день я хочу сказать, это такое довольно-таки грамотно, они довольно-таки, а очень грамотные родители, при этом у них растут прекрасные дети, и я хочу сказать, что, мне кажется, даже элементарный какой-то вопрос внутри семьи разговора может привести к положительной... Ну, а вот как правильно вести беседу? То есть сели за стол всей семьей, да? Да, ребята, мы ужинаем... Посадили ребенка, да, и говорим, сегодня мы говорим про вред алкоголизма. Вот как? Или все-таки в укромных местах, вот мамочка с сыном сели, и, знаете, вот, ну, и начали беседу. Вот как грамотно? А когда? Как начинать вот такие вот вещи? Очень щепетильный момент, но я думаю, что в любом случае какой-то казус может произойти в школе, в первую очередь, да, это бывает. Воспользоваться этим моментом? Этим моментом надо воспользоваться. Не объяснить. А не так, что прямо привести малыша или уже взрослеющего... Сегодня будем говорить об алкоголе. Как говорят у нас на телевидении, должен быть информационный повод, да? Естественно, в первую очередь. А если ребенок не реагирует на беседы, да? И не хочет. И не хочет вообще реагировать. Вот ни в какую не слушает он. И постоянно где-то-то он пропадает, да? Вот что здесь нужно сделать родителям? Закрыть его в комнате, наругать. Бить тревогу. Ограничить там в телефонах, в соцсетях. Ну и мы понимаем, что он не идет на контакт с родителем. Что делать в таких случаях? Такие случаи, наверное, выходят не из того, что в семье все было благополучно, и вдруг в один прекрасный момент ребенок закрылся, ушел в себя, не реагирует на какие-то вопросы старших, да? Мне кажется, в первую очередь родители должны взглянуть на себя и в первую очередь призадуматься. И, наверное, скорее всего, должна быть консультация взрослого человека, прежде чем переходить. Потому что если это вредные привычки, это все равно проблема. И чаще бывает в семье, когда это существует, пытаются перевалить или стараться не замечать данную беду. И вот это вот, оно переходит уже в другой ранг и уже выходят такие случаи, которые, ну, вот, когда этого специалист сидел, да? То есть эта работа уже, наверное, больше со специалистами должна быть, да? Первой очередь со специалистами должна быть, да? Ну и первым делом, если уж столкнулись с такой бедой, необходимо отметить, да, что нужно обращаться к специалистам. Естественно, конечно. Но мне кажется, любой родитель, это самый лучший психолог. И каждый родитель свое чадо знает лучше всех. И он уже в начале зарождения вот этой проблемки, он поймет, что происходит с его ребенком и найдет тот момент, который должен быть наедине с ребенком, обговорить, и у них раскроется уже. Ой, как все просто оказывается. Спасибо большое, Слава Владимировна. Итак, дорогие телезрители, прислушайтесь, пожалуйста, к советам нашего уважаемого психолога, ведь ваш ребенок, это ваше будущее. Это ваше будущее. И на этом время нашего эфира подходит к концу. Увидимся на следующий среду. Следующий. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok